Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Через зеркало к звездам космические технологии осваивают астрономы. Автобус. Дайте два. По улице Дыбенко покатил общественный транспорт. Впервые в истории самарского спорта. Ксения Полякова выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике. Календарь, который стал иконой, в храм Казанской иконы Божией Матери на улице Коммунистической привезли мироточащий образ Божией Матери Умиления. От заката до рассвета в поселках Управленческий и Мехзавод решили проблему вывоза мусора. В Самаре изобрели гибкое космическое зеркало. Технология деформации повышает точность изображений с телескопа. Ученые Политех уже получили патент на разработку. Впереди испытания и внедрение технологии на мировой космический рынок. Первый уникальное изобретение увидела Мариана Мирная. Глаза – это зеркало души, а зеркало – сердце телескопа. В Самарском государственном техническом университете показали очередное уникальное изобретение. Гибкое космическое зеркало, которое используют в телескопах. Технический результат – устранение искажений и повышение точности изображения. Деформируя одно зеркало, мы корректируем всю оптическую систему. То есть у нас три зеркала, у каждого зеркала своя деформация. Что-то в плюс, что-то в минус. Но путем математических вычислений, деформируя одно зеркало, мы восстанавливаем полную оптическую систему. За 400 лет с момента изобретения телескопа устройство неоднократно совершенствовалось и продолжает меняться, чтобы ученые могли получать достоверную информацию быстро и точно. Гибкое или активное зеркало позволяет в нужный момент корректировать изображение. Основное предназначение прибора – не увеличивать объект наблюдения, как думают многие, а собирать свет. Изобретатель технологии деформации зеркала доктор технических наук Яков Клебанов за годы исследований расколол не одно зеркало. Но оно того стоило, говорит ученый. Человеческий глаз вряд ли это может заметить. Речь идет о микронах и о долях микронов. Значит, вот на это зеркало воздействуют пьезоактуаторы. Это вот такие стержни, которые меняют свою длину под действием электрического тока. И они, значит, изгибают это зеркало, создавая на нем вот такие вот перемещения. Управлять этим процессом с помощью нашего способа – это точнее, чем это было традиционно. Работы были выполнены в рамках программы развития аэрокосмического кластера Самарской области. И теперь задача региона – выйти с этой разработкой на мировой рынок. Ведь наша какая задача? Чтобы те процессы, которые происходят в космосе с различной аппаратурой, в том числе с телескопами, они были каким-то образом компенсированы и давали нам максимально ту точную информацию, которую мы хотим получить. Вот эта технология, по сути, она и позволяет это делать. Она позволяет добиваться максимальных результатов, по сути, компенсируя каким-то образом действия факторов космической среды. Российский и европейский патенты на изобретение ученые уже получили. На подходе и американский. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, такая технология появится в новых телескопах. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Дождались. По улице Дыбенко пустили общественный транспорт. Сразу два автобусных маршрута. Перед тем провели комплексный ремонт, переложили дорожное покрытие, обустроили тротуары и пешеходные переходы. Пока общественный транспорт ходит в тестовом режиме. На остановке свой автобус. Сегодня ждала и Олеся Корецкая. Автобус, который ждали. Сразу два городских маршрута изменили и пустили по улице Дыбенко. Движение здесь активное. На участке от улицы Советской Армии до Авроры расположен крупный торговый центр и несколько жилых микрорайонов. Как только завершился комплексный ремонт улицы, общественному транспорту дали зеленый свет. Мы выбрали маршруты, которые у нас муниципальные проходят по улице Антонова-Овсенька. Потому что, в принципе, там происходит дублирование разными видами общественного транспорта. Если у нас по улице Антонова-Овсенька ходит и большое количество трамвайных маршрутов, ходят троллейбусные маршруты и есть автобусные. Через обновленный участок пошли два маршрута. Автобус номер 35 от НФС до Дома молодежи. И номер 45 от Красной Глинки до автостанции Аврора. Интервал движения от 15 до 25 минут. На участке в полтора километра установили по четыре остановочных павильона с каждой стороны. На улице Ивана Булкина, возле торгового центра, на Карбышево и Советской Армии. Я рада, хоть построили сейчас вот дорогу, тротуар, но очень бы хотелось, чтобы появился у нас автобусный маршрут. Как он появился, вот два пустили тут автобуса. И? И вот уже ездят 35-й, 45-й. Прекрасно! Замечательно! Теперь я буду знать и буду ездить. Очень рады, вот как только узнали, что пустили автобус, сразу поехали. Очень ждали, потому что далеко идти, очень тяжело с сумками. А так вот раз вышли, пожалуйста, приехали. Мы очень рады, да. Пока автобусы курсируют в тестовом режиме. Через два месяца специалисты проанализируют трафик и по результатам решат, нужно ли оставить два маршрута или же достаточно одного. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Внеплановые каникулы в 46-й школе. Причина – штукатурка осыпалась с потолка в кабинете начальных классов. Никто не пострадал. Сейчас уроков в школе нет, но учеба продолжается. Дети, а их более 700, занимаются дистанционно. Эксперты рассказали, причина разрушения потолка – старое здание. Оно построено в 50-х годах прошлого века. Капитально ремонтировалось в начале 90-х. Прежде чем ученики 1 сентября сели за парт, и школа прошла проверку. Но, как утверждают специалисты, такие дефекты на глаз определить невозможно. Мы до конца недели договорились, что проектировщики проведут обследование всех кабинетов школы на предмет безопасности. И в конце недели мы соберем комиссию по чрезвычайным ситуациям нашей администрации, на которой мы приняем решение о дальнейшей судьбе школы. Один из вариантов – полностью менять покрытие потолка в кабинетах на новое. Второй – временно закрыть школу и распределить учеников по другим учебным заведениям. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре в торговых центрах пройдут тренировки по эвакуации людей. В городе стартовал месячник гражданской защиты, во время которого жителям напомнят о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. В течение месяца в городских школах будут проходить уроки, посвященные безопасному поведению на дорогах, соблюдению противопожарных правил, различные конкурсы и викторины. На городских парках и площадях будет выставлена пожарная и спасательная техника. В крупных торговых центрах пройдут тренировочные эвакуации людей. В Самарской области прокуратура обнаружила скотомогильник, который нарушает права жителей на благоприятную среду. Неправильно оборудованное кладбище домашних животных расположено в селе Семеновка, Нефтегорского района. Там отсутствует навес над ямой, куда скидывают трупы животных. Нет помещений для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря и спецодежды. Отсутствует глухой забор. Сотрудники надзорного ведомства направили представление в адрес главы села. Сейчас акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. Информация о том, что на мосту по улице главной разошелся деформационный шов, оказалась уткой. Сегодня утром во всех соцсетях появилось сообщение, что мост перекрыли. На место происшествия якобы прибыли экстренные службы. И поэтому водители вынуждены ехать в город через Южный мост. При этом на картах Самары, в поисковиках, на улицах Главной и Народной при подъезде к мосту с утра действительно были обозначены заторы. Однако в ГУИ МЧС России по Самарской области сообщили, что ни о каких проблемах с мостом не слышали. А движение транспорта по мосту идет в обычном режиме. Транспортные развязки в районе Фрунзенского моста спроектируют к концу 2018 года. Минтранс Самарской области ищет подрядчика, который займется разработкой проекта. Всего было объявлено два аукциона. Первый подразумевает подготовку документации для строительства мостового перехода Фрунзенский через реку Самара с выходом на автодорогу Центр по Волжье-Урал. От улицы Фрунза до улицы Шоссейдей, включая транспортные развязки. Стоимость контракта 4 миллиона рублей. Второй контракт с начальной максимальной стоимостью 5 миллионов рублей предусматривает аналогичные работы на участке от улицы Шоссейной до границы Самары. В первую неделю сентября в Самарской области похолодает до 15 градусов. По сведению Гитромедцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений. Во вторник, 5 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов, днем 15-20. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В среду, 6 сентября, местами пройдет кратковременный дождь. Значение температур не изменится. О результатах работы предприятий и инвестиционных проектах рассказал генеральный директор «Транснефть» приволга Андрей Сюмак губернатору Николаю Меркушкину. Предприятие – оператор нефтепроводов в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Общая протяженность магистрали почти 5000 километров. Перекачивается более 140 миллионов тонн нефтепродуктов, в том числе почти вся добываемая в Самарской области нефть. Андрей Сюмак отметил, сейчас ведется работа по включению в единую систему магистральных трубопроводов независимых нефтяных компаний. Это позволит минимизировать использование автотранспорта, уменьшит вредные выбросы в атмосферу, а также практически сведет к нулю количество несанкционированных врезок. Доходы предприятий выросли за 5 лет почти на 30 миллиардов рублей, а значит увеличились и налоговые отчисления в областную казну. В налоге в 2013 году рост на 157 процентов. Ну, понятно, мы, в принципе, вырастет со 135 миллионов до 676 миллионов. Потому что мы активно реализуем новые какие-то проекты, я о них расскажу дальше. Модернизируем свои основные фонды, поэтому имущество дорожает, растет, налоги больше. Ну, для всех хорошо, для нас хорошо, для вас хорошо и не более. Предприятия, принимающие на работу сотрудников автоваза до конца года, могут получить компенсации. Сколько положено выплатить за одного работника, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Доллар можно было купить за 58 рублей 20 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 50 копеек. Компенсация предприятиям за трудоустройство одного работника автоваза составит 100 тысяч рублей. Средства на это направили из федерального и областного бюджетов. В России стало меньше граждан, которые считают себя бедными. В результате опросов Института социального анализа негативно свое материальное положение оценивают 29% жителей. А российские миллиардеры с начала года стали богаче на 17 миллиардов долларов. Не среди них ли проводили опрос про бедность, интересно? На этом у меня все. Удачи в делах! 431 день рождения воскресенье отмечает Самара. День города пройдет во всех районах. Главное торжество развернется на набережной. Один из самых приятных сюрпризов – возможность получить автографы у послов Самары как городоорганизатора чемпионата мира по футболу. Мариана Мирная расскажет подробнее. Во второе воскресенье сентября самарцев ждет долгожданное событие – День города. 431 год исполняется любимой Самаре. Празднования развернутся 10 сентября с 12 часов на второй очереди набережной от бассейна ЦСКА ВВС до Первомайского спуска. Гостей и жителей ждут уже знакомые творческие коллективы. Кроме того, в этом году вооруженные силы представят не только выставку современного оружия. В небо над Волгой поднимутся самолеты и вертолеты, а в Волжской акватории пройдет парад судов ЦСКА ВВС и МЧС России. В преддверии чемпионата мира по футболу возле бассейна будет работать программа «Самара спортивная». С 12 часов начнется регистрация супер-турнира по настольному футболу. Для участия в нем мы приглашаем всех желающих без возрастных ограничений. Ограничение здесь только одно – по росту игрока. Он должен быть не меньше, чем 130 сантиметров. Начало турнира в 15.00 и победитель этого супер-турнира получает футбольный мяч с автографами игроков клуба «Крылья Советов». Интересной для молодежи будет площадка «Молодая сцена» на безымянном спуске. Здесь пройдет КВН-марафон студенческих и школьных команд движения «Самарский КВН». Отдыхающих ждут танцевальные и вокальные баталии и другие сюрпризы, о которых организаторы пока не рассказывают. Там чудеса будут просто происходить, поверьте. Конкурсы, призы, подарки дети будут рисовать где угодно. На газоне, ну, с позволения администрации, на асфальте, на различных стендах. Будет организована различная арт-зона, где можно будет на фоне города записать интервью, и оно тут же будет транслироваться на экран. Всем, кто решит посетить праздник, следует помнить, что движение будет ограничено. С 9 до 23 часов личный автотранспорт не будут пускать по Волжскому проспекту от улицы Полевой до бассейна ЦСКА ВВС. Для входа на набережную будет выставлено 5 контрольно-пропускных пунктов. После насыщенного дня с 9 часов вечера «Самару» с днем города поздравит популярная российская группа «Дискотека-авария». Завершится праздник традиционным салютом в 22.00. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Державная святыня на небольшом листе картона в Самару привезли из Брянской области уникальную икону Божьей Матери Умиления. Ее необычная история началась 18 лет назад. С тех пор она путешествует по разным городам мира. Сегодня образ в небольшом старинном храме Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистической. Олег Зверев побывал на молитве. Акафист перед чудотворной иконой Умиления в этом храме читают дважды в день, в 12 и в 6 вечера. Почитание ее очень велико, хотя по сути державная святыня – репродукция на небольшом листе картона, которая стала мироточить. А впоследствии на оборотной стороне проявился нерукотворный лик Богородицы. Это произошло в селе Локоть Брянской области, а потому и икона получила название Умиление Локотское. Мироточит эта икона уже 20 лет. Приезжала комиссия по чудесам и чудесным явлениям Московской Патриархии, куда входят крупные ученые физики, химики России, священники, богословы и брали миро на исследования. Но так как наша церковь не имеет своих лабораторий, то эти исследования производились в лабораториях МВД и ФСБ. И вот ученые этих спецслужб до настоящего времени так и не смогли определить состав мира. Сегодня этот образ почитается как нерукотворный. По разным городам и странам он проехал десятки тысяч километров, и уже во второй раз икону привезли в Самару. По словам помощника епископа, в каждом городе зафиксированы чудеса исцеления, причем подтвержденные медицинскими документами. В Самаре у одной женщины выздоровела щитовидная железа. И тысячи записей в книге свидетельств о том, как после молитвы изменились жизненные обстоятельства. Сейчас же, когда прибыла к нам икона в Самару, каждый православный все-таки должен прийти, приложиться, попросить. Попросить не только за себя, за всех своих близких, за нашу страну, а также не просто попросить, но еще и поблагодарить. Локотская икона умилений будет находиться в Самарском храме на улице Коммунистической до 25 сентября. Все это время перед ней служит молебен, а по четвергам в храме соблюдают традицию крестного хода к памятнику святому Николаю. Теперь его будут совершать с этой иконой. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. От духовных дел к проблемам насущным в поселках Управленческий и Мехзавод наконец-то навели порядок на контейнерных площадках. Раньше люди ждали вывоз мусора несколько дней. С подробностями Лариса Шлафаст. Переполненные баки и разлетающиеся по улице мусор. Такую картину еще неделю назад наблюдали жители поселка Управленческий. Проблемы были и на Мехзаводе. Все эти контейнерные площадки обслуживает предприятие «Рассвет». Объем работ на себя взяли большой, больше ста объектов. Но техники, чтобы убирать все вовремя, стало не хватать. Поломки техники. Спецтехника ломалась и не вовремя возилась. Мы давали помощь своих людей, помогали убирать, чтобы убрать этот прорыв. Сейчас нам раздавалось все. Сейчас мусор вывозят своевременно. Но если жалобы от жителей поступят снова, управляющая компания готова пересмотреть условия договора с перевозчиком. Если будут какие-то претензии к этому предприятию, то мы будем вынуждены решать этот вопрос вплоть до того, что будем выходить с предложениями по смене подрядчика. Но однозначно терпеть такие ситуации, связанные с тем, что произошло, мы, конечно, не будем. Согласно постановлению главы города, перевозчик должен не только вовремя вывозить мусор, но и убирать территорию вокруг самой площадки. Специалисты управляющей компании будут тщательно контролировать ситуацию в районе. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Большой праздник маленького городка. Микрорайон Крутые Ключи уже в седьмой раз отметил свой день рождения. Сколько человек в этот день загадали желание, знает Андрей Горгуленко. На день рождения принято загадывать желание. Исключением не стал и целый микрорайон именинников. Только вместо задувания свечей в небо запускают множество разноцветных шаров. Седьмой раз все жители микрорайона Крутые Ключи отмечали день рождения. Праздник длился более 12 часов. На всех площадках, у которых было огромное множество на вкус каждого от мал до велика, побывали все более 80 тысяч человек. На праздники наградили самых ярких жителей, проявивших себя в различных номинациях. Например, балкон Татьяны Костыговой признали самым уютным. Это ощущается, многие останавливаются и фотографируют. И некоторые, если я поливаю цветы, они подходят и спрашивают, какие у меня цветы здесь растут. Вот с удовольствием делюсь. Поздравляли жителей, которые считают себя одной большой семьей и почетные гости. Замечательный праздник, огромное количество улыбок, веселых лиц. Я вам всем желаю сегодня хорошего настроения, любви, благополучия вашим семьям. Мы весь проект строили по семейному принципу. Самое основное, что у нас есть, это мы работаем для людей, работаем с любовью, делаем это как для себя. Свои пожелания сказали и звезды российской эстрады Юлиана Краулова и Александр Рева, которые спели свои популярные хиты. А закончился праздник ярким салютом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На одну чемпионку мира Самара стала богаче. Гимнастка Ксения Полякова в составе сборной России триумфально выступила на мировом турнире в итальянском Песзаро. В коллекции чемпионки сразу две награды, одна из которых – высшие пробы. Ксения Полякова внимательно пересматривает запись своего выступления. Новоявленная чемпионка мира признается – видео изучает сразу же, как только телефон оказывается в руках. Потому что со стороны видно, где нужно доработать. Там, где во время выступления казалось, что все прошло чисто, находится по марке. А упражнение, за которое переживала, оказывается, выполнено отлично. Перебросы очень часто на меня вырваются. Мы отприкатывались на нее очень долго. Вот, все, получилось у нас. Сейчас у Ксении долгожданный перерыв от гимнастики. А вот от поклонников не отдохнешь. Фотографии и объятия – теперь неотъемлемая часть жизни. В Самаре Ксения бывает редко, а потому надо успеть как можно больше. Планов на отпуск от тренировок очень много. Так как я очень редко бываю дома, у меня очень многое здесь делал. Побыть с родными, съездить, встретиться со всеми знакомыми. Благодарить всех здесь, кто меня переживал, болел, помогал мне. Вот, на самом деле, это время очень быстро пролететь. Эти медали из итальянского пизара – самые тяжелые по весу и по затраченным силам в коллекции Ксении. И по праву займут в ней особое место. Не испортит росыпи серебряная медаль, потому что она тоже была добыта с огромным трудом. К чемпионату готовились почти год. Много раз меняли программу, но результат того стоил. На чемпионат мира мы очень сильно готовились. Было, как я уже говорила, много травм, замен в составах. То есть до последнего было непонятно вообще, кто поедет. То есть было очень сложно. Золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы – многократные победы на этапах Кубка мира. Самарская школа художественной гимнастики впервые имеет такой колоссальный успех. И это, конечно, большой повод для гордости. Такая девочка – это просто подарок небес тренеру и руководству школы. Потому что насколько она честнейший ребенок в работе, громадной силой воли. Она может тренироваться и с травмой, если это надо. Ну и, конечно, талантливый человек. В будущее Ксения пока заглядывает с осторожностью. Художественная гимнастика – вид спорта непредсказуемый. Но главная мечта у чемпионки мира, конечно же, есть. И сверкает перед ней золотым отливом из далекого Олимпийского Токио 2020 года. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Лучшие футболисты мира уже в Самаре. Правда, сражаются они не на газоне, а на песке. Кубок России по пляжному футболу разыгрывают на первомайском спуске. Есть ли шанс у хозяев оставить спортивный трофей в Самаре, расскажет Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Пляжный футбольный клуб «Кристалл» в Самару приехал только за титулом. В чемпионате России этого года они уступили финальной игре московскому локомотиву. Поэтому для петербуржцев Кубок России – это отличная возможность закончить сезон на мажорной ноте. Для нас сложный турнир, и в этом году у нас неудача складывалась в Лиге Чемпионов чемпионата России. Поэтому это наш шанс подвести положительный итог сезона. Так что, по сути, для нас на данную секунду это самый важный турнир в году. Такую же цель победить ставят перед собой и остальные 15 команд. Но если для 9 клубов из российской пляжной футбольной суперлиги Кубок России это шанс исправить сезон, то для других 7 команд, которые не выступают в высшем дивизионе, это возможность проявить себя и доказать, что их клуб ничуть не хуже пляжной элиты. Есть Кубок России, где мы даем возможность командам посостязаться и более низшего уровня. Скажем так, они приезжают сюда специально в этом году, даже попытались сделать жребий слепой, чтобы было больше возможностей, как можно дальше пройти. Этот розыгрыш Кубка России, проходящий на Самарском пляже, юбилейный, десятый по счету. У хозяев турнира есть все шансы повторить успех 2010 года. Тогда крылья советов на своих песках стали обладателями престижного трофея. Крылья советов заняли в чемпионате России седьмое место, поэтому сейчас они у себя дома перед своими болельщиками. Я думаю, попытаются повторить успех семилетней давности. Пляжные крылья турнир начали с поражения действующих чемпионов России и московского локомотива. Во втором туре группового этапа «Авиатра» одержали волевую победу в Волжском дерби против Самарского спутника, уступая по ходу встречи четыре мяча. А сегодня крылья выйдут на песок, чтобы добыть путевку в плей-офф. Помешать в этом постарается ростовский атаман. Четвертьфиналы Кубка России пройдут седьмого сентября, полуфинала восьмого. Главная игра турнира девятого сентября на первомайском спуске. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин